привет всем меня зовут лидия и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас немного необычное болтательное видео первое на моем канале и сегодня я хочу поговорить о своих планах на 2023 год конечно главный план это не помереть и не угробить свою последнюю нервную клетку но мы сегодня не об этом сегодня мы поговорим о моих косметических уходовых хотелках на 2023 год обычно в начале каждого года я составляю небольшой списочек такой список помогает мне упорядочить свои хотелки и не забыть о них когда приходит момент уже совершать покупку но список этот необязательный он изменяется что-то добавляется что-то уходит что-то приходит что-то переносится на следующий год но сейчас у меня есть вот такой небольшой список из 20 пунктов и я бы хотела с вами поделиться две первые позиции это мои обязательные хотелки время которых пришло и я эти вещи приобрету в ближайшее время одну вещь я приобрела перед рождеством это сара чатман это мезероллер а приобрести этот мезероллер я хотела очень давно это хотелка у меня переносилась наверно с 2020 года и никак не до нее не доходили руки но вот сейчас время пришло я ее приобрела приобрела с очень хорошей скидкой и и собираюсь на эту штуку снять отдельные видео поэтому подробно мы про нее не будем говорить и и вторая хотелка которую я тоже приобрету ну буквально там в течение нескольких недель это лет маска лет маску я хочу наверное уже лет четыре и и а постоянно это желание переносила с одного года в другой но все размышляла нужна мне эта штука не нужна но но желание никуда не пропало вот уже несколько лет и я поняла что ну если так хочется то нужно сейчас я пытаюсь определиться какую маску мне купить осталось два претендента это маска от denis gross и от cure эти маски мне нравятся больше всего и одну из них я приобрету и еще одна хотелка которая со мной уже несколько лет и в этом году я ее точно куплю но не так быстро как предыдущие два пункта эту хотелку я скорее всего куплю себе как подарок от себя любимый себе любимый на свой день рождения это аромат делина эксклюзив я люблю эти духи у меня и сейчас есть небольшой тестер также было несколько отливантов этим ароматом время от времени я балуюсь наверное уже целый год но все еще так и не приобрела полноразмерный вариант полноразмерную бутылочку и считаю что в этом году пришло время и я совершу эту покупку и еще одна хотелка это не конкретная хотелка но я на эту черную пятницу нечаянно нашла то есть не нашла а заново открыла для себя бренд эко кукинг мне очень нравится их вот этот крем но этот крем я покупала по скидке он для женщин плюс 50 и для меня немного жирноват но мне он очень нравится хороший крем вот реально удивил меня и впечатлил и мне хочется более подробно познакомиться с этим брендом и я собираюсь в течение года купить именно какой-нибудь увлажняющий крем для комби или жирной кожи от этого бренда и также мне хочется попробовать какую-нибудь сыворотку но это тоже не покупка ближайшего времени я это приобрету в течение этого года в моем списке еще есть несколько хотелок но эти хотелки не такие обязательные я их скажем приобрету если звезды сойдутся например еще один аромат который мне очень нравится и меня интересует это аромат от пенталегон луна это замечательный цитрусовый аромат который нам не открывается прекрасными цитрусами для меня это редкость так как из-за особенностей моей кожи аромат из цитруса нам не раскрываются но извините за подробности но запахом пота например вот это знаменитый аромат light blue дольче габбаны по моему на меня на мне раскрывается так будто вот я пошла в зал забыла помыться и вот благоухаю вот этим вот всем и луна это единственный аромат цитруса но по крайней мере из тех которые я нашла которые нам не раскрываются цитрусом поэтому приобрести мне бы его хотелось но приобрету я его только в том случае если закончу свой аромат от joe malone с грушей куплю его на замену так как я не очень хочу расширять свою коллекцию ароматов вот туда войдет уже делина эксклюзив а я считаю что моя коллекция ароматов и так большевата и я не хочу ее еще больше увеличать и еще один аромат который мне нравится но я его приобрету тоже только в том случае если какой-то из моих нынешних ароматов закончится или возможная этот аромат куплю не в формате парфюма а например в формате места для волос или парфюмированного лосьона для тела вот это может быть это аромат адиптик и он называется дюсон по моему и я поставлю сюда картинку это прекрасный аромат который мне тоже очень нравится и он ждет своего часа в этой череде хотелок и еще один аромат который меня интересует но я именно хочу купить отливант или пробник так как мне аромат по описанию очень нравится но мне не приходилось его чувствовали в живую а любопытство мусит я бы хотела приобрести пробник именно от киллиан му лайтан хэван называется этот аромат называется мунлайт инг хэван и киллиан пробник также есть несколько косметических хотелок и эти хотелки я приобрету на смену своим нынешним продуктом когда они закончатся например в данный момент я использую вот такой рисунок для зоны вокруг глаз от медик и но он очень он прекрасный он великолепный я его обожаю но он очень очень дорогой вот такая 15 миллилитровая бутылочка стоит больше чем 100 фунтов я не помню точной цены но подпишу где-то на экране и я бы хотела найти более дешевую альтернативу и знаю что в медике есть масло для зоны вокруг глаз и тоже с ретинолем хоть я не очень люблю масло на лицо но у меня зона вокруг глаз довольно сухая и возможно туда масло мне как раз подойдет поэтому хочу купить одну баночку на пробу и потестировать как она мне подойдет или не подойдет и возможно я найду что-то на смену этой дорогущей штуковины и и также бренд бьюти пай тоже имеет крем для зоны вокруг глаз ретинолем я его тоже хочу попробовать но именно его я точно куплю на следующую черную пятницу следующей осенью потому что за полную цену я его не хочу покупать также я не хочу подписываться на бьюти пай покупать их их субскрипшем не хочу а на черную пятницу они дают обычно скидку в 50 процентов и именно тогда я куплю эту бутылочку чтобы ее тоже протестировать еще два других средства на этот раз из бюджетного сегмента масс-маркета который я хочу попробовать это бальзам для снятия макияжа от эльф слышала о нем замечательные отзывы много кому он нравится и к тому же он бюджетный поэтому я хочу попробовать и возможно найду более бюджетную альтернативу моим другим бальзамом для снятия макияжа вот еще хочу купить water gel мыс мой шрайзер от неутродина тоже слышала о днем шикарные отзывы и хочу его купить на это лето и если он не подойдет возможно я его возьму в постоянное использование потому что по описанию мне кажется он должен мне идеально подойти еще когда закончу свою энзимную фудру от фаза макси хочу ей на смену купить энзимную пудру от баба тоже слышала шикарные отзывы слышала что ее хватает надолго и она в разы дешевле чем от фармаси их несколько штук для волос которые меня интересуют во первых я хочу купить химический пилинг для скальпа головы от drunk elephants хотите верьте хотите нет но я для кожи головы еще ни разу не пробовала химического пилинга обычно пользовалась физическими это там скрабирующая частицы там например какая-нибудь соль или какие-нибудь там частицы грецкого ореха кокосового ореха и мне хочется попробовать именно химический пилинг а химические пилинги для лица от drunk elephants я обожаю на мой вкус это самые лучшие химические пилинги для лица на рынке для меня и мне кажется что вот химический пилинг для кожи головы этого бренда тоже должен быть чудесный поэтому не сейчас а потом когда закончу все свои пилинги которые у меня есть в запасниках и даже 4 хочу приобрести именно тот от drunk elephants также для головы я хочу приобрести от moroccan moroccan oil до масло для волос для кончиков но это тоже после того как закончу все свои масла для волос у меня их сейчас 3 так что это будет очень нескоро возможно это хотелка даже перенесется на следующий год и также мне бы хотелось попробовать какие-то продукты для волос от солдат дженера именно с их ароматом бам-бам потому что я слышала много хороших отзывов мне безумно нравится аромат а как как известно что аромат на волосах остается довольно таки долго и поэтому мне тоже любопытно попробовать вот эти средства побаловаться ими хоть какого-то чуда я не очень ожидаю тут скорее всего главную роль играет вот этот их знаменитый аромат также для волос когда они будем в будущем когда переведу все свои маски для волос а это будет очень нескоро хочу попробовать маску для волос от бред бьюти тоже слышала о ней много всего хорошего и с этим брендом пока что лично я даже не знакома у меня ничего от него не было но любопытно и хочу попробовать очень люблю крем для зоны вокруг глаз от капари и знаю что капари производят дезодоранты также крема для тела и мне бы хотелось попробовать больше их продукции и конкретно меня интересует их крем кремы для тела бальзамы для тела и хотела бы попробовать какой-нибудь дезодорант но это тоже в будущем так как в запасниках у меня этого добра пока хватает и единственная на по полу декоративная штука которая находится в списке моих хотелок это масло для губ от dior но я его тоже приобрету только тогда когда закончу свое текущее масло для губ так как масло для губ это не та позиция которую я хочу расширять в своих запасниках на этом все больше в моем списке ничего нет это не значит что не появится и это не значит что я не куплю что-то помимо этого списка но основные хотелки такие и посмотрим какие из них я в конце концов осуществлю уже в конце вот этого 2023 года надеюсь что мы все останемся живы и будем здоровы и счастливые и что этот год будет намного лучше чем предыдущий надеюсь вам было интересно полезно и напишите мне пожалуйста интересует вас такой болтательный формат или же все-таки нужно показывать косметику и какие косметические покупки у вас запланированы на этот 2023 год поделитесь пожалуйста в комментах мне будет очень интересно почитать возможно какие-то ваши идеи я почерпну для себя и пополнил свой списочек ну а на сегодня все не забудьте поставить лайк и до новых встреч друзья пока пока